сегодня быть в эфире с потрясающей моей гости и и действительно зовут елена санху леночка добрый день доброе утро лена тоже как и я живет в калифорнии и мы с ней в некотором размере калифорнии мы с ней практически рядом находимся вот и лена удивительный абсолютно человек и я очень рада что она согласилась принять участие в сегодняшней нашей передачи я сейчас скажу пару слов о том чем лен занимается она с детства увлекалась индийской культурой и и увлечение именно индии оно началось для меня вот удивительно потому что когда люди находят свое предназначение именно в юном возрасте для меня это всегда показатель того что они очень и очень на верном пути и она профессиональный исполнитель традиционных индийских танцев и которые тоже также считаются одной из форм йоги но и лена сертифицированный инструктор шавананда йоги преподает йогу с 2009 года и она более 20 лет является ведущей солисткой и преподавателем ансамбля традиционного индийского танца майори лен вы с нами да здравствуйте я с вами конечно очень приятно слышать такие слова но хотелось бы сразу оговориться все таки уже не солистка я настя конечно приятно слышать что тебя все еще считают в рядах действующей армии танцевальной но после того как я переехала конечно я уже не могла находиться с любима с любимым ансамблем а вот но действительно я была солисткой в течение 25 лет хотя сейчас это уже не так но тем не менее вот только что майори были с концертами в анкоридже в сша у нас здесь причем это ансамбль из петрозаводска из карелии и на их ведущем рекламном плакате да афише было ваше лицо поэтому я приятно это приятно как бы сказать трибют такой вот за за вклад наверное умой поэтому я думаю что можно в даже в настоящий момент одна из солисток вот как раз одна из ведущих солисток ансамбля сейчас находится у меня в гостях после концерта она приехала в гости потому что с аляски быстрее скажите мне пожалуйста я знаю вашу историю потрясающе потому что я сделала research я нашла про вас несколько статей удивительно хотя мы договаривались что мы сохраним интригу но тем не менее я знаю чтобы действительно ваше увлечение индийской культурой индии началось еще в очень таком юном возрасте как с чего почему потому что я вчера думала об этом и ну конечно для нас там в конце 70-х начале 80-х годов до индийские фильмы они значили очень много я помню что действительно мы ходили но это единственное вот у меня лично было представление об индии еще у нас в москве и в москве выросла у нас был интернат где учился мой приятель хинди они изучали и вот это было все что я знала про индию как как вы к этому пришли как у вас это все случилось ну я думаю что аналогично всем моим подругам это это конечно же кино но начальная так скажем стадия потому что индийские фильмы очень нравится особенно в детском возрасте особенно если ты живешь на севере и в принципе лето не такое уж прямо щедро и радушное на краске и тепло естественно ищешь красоту и тепло во всех местах где только ее можно найти а в индийских фильмах понятно красивые лица красивая музыка красивые танцы это очень все привлекает но я бы сказала что сознательное увлечение началось с того момента как я увидела классический танец это было во время знаете в советском союзе проводились такие фестиваль индии в ссср и фестиваль ссср в индии вот в рамках этой в рамках этого фестиваля приезжало очень много артистов и по телевизору показывались программы с классическими танцами вот когда я увидела классический танец первый раз это было конечно ну наверное можно сказать потрясение я просто с тех пор думала о том как мне найти того кто меня научит это делать вот но увидим об мысли хотя и у маленького ребенка они материальные и через буквально пару лет нашем петрозаводске появилась женщина которая приехала из москвы которая специально поступила в москву историк архивный институт чтобы быть ближе так сказать к источникам индийского танца потому что она брала уроки у индийцев москве сами понимаете советская россия еще если 70 то это тема общения с иностранцами запретно и достаточно сложно она нам рассказывала как какие были ну достаточно неприятные моменты это москва это общение с иностранцами это проверки и так далее но тем не менее руководитель нынешний руководитель коллектива она находила возможность брать уроки классического танца вот и с таким вот багажом она приехала вернулась в родной петрозаводск где и организовала ансамбль индийского танца вот так начался мой так сказать профессиональный путь а сколько вам лет было в тот момент когда вера ивана уже пришла мне было на тот момент 13 то есть когда я начала заниматься это было мне было 13 лет но это уже я достаточно четко понимала что я хочу заниматься именно индийскими танцами то есть это не такое детское увлечение знаете вот это уже целенаправленно и когда я увидела объявление когда я проходила мимо дома культуры железнодорожников который был рядышком совершенно с нашей школы располагался я увидела это объявление я честно говоря не поверила своим глазам вот и как то вот вот понимаете это был просто взрыв мозга что вот я хочу и вот это вот здесь второй момент был как достать деньги потому что 10 рублей в 87 году это очень много я пришла домой и думала о том какие же мне обещание мамина обещать что я буду мыть полы каждый день я буду учиться только на отлично вот и когда пришла мама пока я думала как мне это все сказать мама говорит мне лена открылась студия индийского танца ты пойдешь вот тут я не поверила своим ушам я была у меня был второй шок потому что это было совершенно невероятно чтобы мама сама вот так вот мне предложила вот за такие большие деньги идти заниматься то есть здесь я вижу конечно промысел божий кармический путь как бы кармический такой вот путь вот это потому что ну и вот благодаря вот этому я начала свои так сказать робкие шаги на сцене на самом деле я не думала о сцене вообще мне хотелось заниматься для себя и когда вера она мне сказала что мы будем готовиться к выступлению я очень удивилась потому что я честно говоря этого не планировала я думала заниматься для себя я была такая достаточно не могу сказать что танцевально одаренная девочка но поскольку ты занимаешься от души именно тем что тебе нравится она приносит свои плоды со временем ты становишься действительно кем-то таким у кого можно поучиться и на кого можно посмотреть но это вообще удивительно потому что вот вот это пример для меня сейчас ваша история это как нужно следовать за желанием души и конечно как вашей маме нужно низкий поклон за то что она ваше желание души поддержала и все вот так вот сложилось и теперь вы замечательный профессионал и в общем и в танце и в йоге и во всем остальном и я знаю что ансамбль называется майюри да что такое майюри майюри в переводе пава на самом деле мы были очень впечатлены и воодушевлены фильмом который вышел незадолго после недолго после основания студии тогда мы еще назывались студия индийского танца мы думали над названием и вот вышел фильм майюри про танцовщицу классических танцев исполнительные исполнительницы классических танцев ее звали судхач андран фильм основан на реальных событиях как она очень хотела танцевать выучилась на танцовщицу но в так катастрофе потеряла ногу и не прекратила танцевать она танцевала на протезе вот да и вот этот вот фильм о том как человек что называется превозмогая боль потому что боль была адской фильме это было показано то есть это и кровь и боль и лишение личного плана человек вот танцует несмотря ни на что и воодушевившись вдохновившись этим фильмом и назвали ансамбль майюри ну и к тому же павлин это национальная птица индии вот ну вот такова вкратце история очень романтическая история замечательная лен а скажите пожалуйста вот я знаю что в итоге индийский увлечение индии она вообще изменила полностью вашу жизнь и вы даже сами хинди выучили насколько я понимаю да то есть это было просто вот такое желание именно говорить на языке этой культуры которой вы интересовались это возможно вообще вот интересно потому что мы абсолютно возможно абсолютно возможно во первых это часть профессионального подхода когда не танцует классические танцы да ну тебе учитель объясняет на санскрите что это значит но когда ты танцуешь допустим песни из индийских кинофильмов ну понимаете как-то не солидно это когда ты просто машешь руками и ногами и двигаешь бедрами и что там чем-то собственно не понимая о чем песня к тому же можно по и попасть в просак правильно вот и часть профессионального подхода который вера ванна прививала нам самого начала это знание языка то есть мы начали изучать язык где-то наверное на втором году у веры ванны был учебник мы начали с учебника а потом когда появились видеокассеты мы начали продолжили вернее изучать по фильмам и это как бы сказать метод я бы сказала что он беспроигрышный потому что фильмы особенно старые фильмы образца 60-х 50-х годов они не засорены еще никаким сленгом английским язык чистейший то есть поэтический такой очень ну замечательный и ты учишься что называется на лучших образцах вот таким вот образом я выучила язык удивительно вообще я прям вот вы мне сейчас рассказываете и меня мурашки похоже и тут потому что я слышу подлинную историю я знаете вот когда говорят есть такое такая ними то шастра до наука а то о приметах и когда вот один из показатель того что человек говорит какие-то вещи от из глубины своего сердца это как раз когда у тебя мурашки и для меня это такой знак великолепный совершенно что вы рассказываете потому что я я просто потрясена лет действительно и конечно выучить самый язык а потом вы все таки вы поехали в индию да уже в какой-то момент 90-е годы вообще по моему вот так в тот момент такое все безумное время совершенно отсутствие денег и непонятно как это вообще все складывается свое потому что да многие люди в принципе в тот момент очень потерялись и никто не следовал за стремлениями очень многие не следовали никто конечно это я очень громогласно заявила многие не в состоянии были следовать за стремлением своей души потому что хотя просто нужно было выживать вот в тот момент тем более но в небольшом городе это наверное было достаточно сложно и тем не менее ну вы знаете а вот приход этого человека веры ванны это веры ванны евграфовой это было понимаете это человек который просто создал реальность которая ему была нужна вот а у нее с детства у меня как бы сказать я бы сказала не не такое детство когда я услышала вот этот вот зов индийской культуры а уверенно он был я бы сказала совсем ну с шестилетнего с пятилетнего возраста и вот этот человек он точно знал что ему нужно вот ему нравятся индийские танцы а вот нет вокруг индийских танцев а значит она сделает так чтобы они были и вот это вот целеустремленность это вот цельность она в итоге привела к тому что сейчас в петрозаводске ну что такое петрозаводск ну даже по сравнению с москвой да ну едва ли 400 тысяч человек ну вот школа ансамбль в котором занимается 20 человек то есть это что называется топ сливки да и дочерние предприятия где около 400 детей а это много для петрозаводска и в принципе это все движется в общем то энергии одного человека который вот понятно дело что нашлись притянулись те люди которые мыслят идентично которые могут способствовать развитию этого направления культуры но тем не менее вот появилась вера ванна и началось вот это вот движение мы в 90-е годы мы в принципе ничего не замечали мы были настолько поглощены созданием ансамбля мы копили деньги и в результате мы накопили достаточно солидную сумму я вам сейчас ее озвучу и вы представьте себе что это такое в девяносто шестом году 10 тысяч долларов мы можно возможно было купить квартиру не только в москве в россии но и в индии и вот мы в принципе живя очень очень сильно ограничено но мы жили а вот этим мы жили тем что мы создавали костюмы а представляете себе найти даже цветную красивую тряпочку это очень сложно в те времена а но как-то так вот складывались обстоятельства приехала одна девушка из туркмении говорит у нас туркмении много поехали туда выступать она организовала нам выступление в туркмении а мы там оттуда привезли наши первые ткани чтобы шить костюмы и мы сидели ночами то есть это была такая такая понимаете могучая кучка было их нам было совсем немножко вот основное такое ядро но мы были преданы вот понимаете все целые поэтому кризис лихих девяностых мимо нас лично прошел то есть мы были полностью поглощены созданием ансамбля созданием укреплением обучением и так далее и как следствие вот как-то невзначай индийский консул заглянул в петрозаводск в школу где я преподавала вот понимаете открывается дверь заходит индийский консул у нас занятия вот 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 как это это чудо у него глаза тоже примерно становятся такие знаете как любят выражаться по пять копеек то есть очень большие он говорит я буду не я если я не отправлю вас в индию на обучение в школу классических танцев а вы преподавали танец в школе мы преподавали я преподавала в школе то есть у нас была такая как бы система мы преподавали при школах для деток это же очень полезно мелкая моторка рук вот язык жеста да это очень для развития деток очень полезно вообще замечательно любые танцы хорошо а индийские тем более вот и через два года в принципе случилось невероятно никогда не дают две стипендии в один город а нам дали и вот я и еще одна солистка наташа фридман мы поехали в две разные школы классических танцев я стала изучать южно-индийский стиль баратна тем вернее я его и так изучала до этого то есть я бы их полу южно-индийского танца а наташа поехала в школу севера индийского танца в деле вот мы прожили там год так сказать на стажировке вот и вернулись с пополненным запасом не только так сказать умственным физическим то есть в виде танцев но еще и привезли атрибуты для нашей деятельности то есть блестки тесьма то есть то что нужно для костюма видеокассеты аудиокассеты ну и так далее все что можно было купить на деньги так сказать накопленный нами в результате нашей потому что это была аскеза ну это да это да безусловно аскеза лен а скажите пожалуйста почему считается что индийский танец это тоже форма йоги если вы посмотрите на южно-индийскую форму танца допустим баратна дим куча пуди принципе раньше как танцовщицы выступали выступление проходили ночью потому что было очень жарко и танцовщица одна это выступление соло она выступает на протяжении ночи одна танцы самый короткий индийский классический танец я думаю длится 10 минут самый длинный из тех которые я знаю 45 минут бывают танцы и по три часа то есть выдержка нужно достаточно серьезная вот дальше есть некоторые позы некоторые позиции тела которые я бы сказала задействованы ну которые задействуют те части тела которые задействованы в ассанах немножко не по-русски говорю прошу прощения вот есть конкретно йогические позы включенные в танцы то есть это нужно выдержка это нужно правильное дыхание чтобы выдерживать такой performance трехчасовой да это нужно правильное распределение сил и ментальное погружение в объект что называется я бы это так сказала иногда даже считается что некоторые танцоры они знали секреты медитативного исполнения танцев сейчас конечно много этого из этого утеряны я думаю что даже почти все потому что сейчас танцоры гонятся за несколько другим ну вот и я ответила на ваш вопрос до ответила я вот еще хотела спросить опять же это я прочитал уже из вашего интервью а вы говорили о том что и был известный сейчас есть и танцевальный ансамбль моисеева которого они танцевали на танцы всех практически народов мира кроме индийского и собственно почему-то вот это мне кажется тоже ключ именно что к тому что индийский традиционный танец это форма йоги потому что там совершенно другая пластика да и другая другая пластика и другая эстетика когда моисею задали аналогичный вопрос он ответил что это совершенно другая эстетика потому что во первых в западной хореографии нужно тянуть носок нужно тянуть шею и и когда тянешь шею то у тебя собственно говоря не остаётся места для взгляда. А индийские танцы, особенно классические, есть даже гипнотические такие, вот несколько завораживающие танцы, когда энергетика идёт из глаз. Потом сама система танцев, вот классический южно-индийский танец, поза притяжения к земле, танцуется на согнутых ногах, да? То есть если выражаться европейским языком, это плие. Ноги, колени развернуты и полуприсев такой. То есть это совершенно другая эстетика. И этот танец трактуется как космический танец, поза притяжения земли. Если руки раскинуты по сторонам, это поза равновесия. То есть ты танцуешь в гармонии со Вселенной. Возможно, в европейских танцах раньше, да невозможно, а 100%, была такая же подоплёка, как танец с природой, танец в унисон с жизнью со Вселенной. Но сейчас, естественно, это всё нивелировалось. Очень интересно. А в итоге вы всё-таки стали инструктором йоги, да? Несмотря на то, что вы танцем занимались, почему вы всё-таки стали ещё йогу преподавать? Ну, это очень интересная история. На самом деле, так получилось. Это очень даже забавно. В Доме культуры железнодорожников, где мы занимались, произошли серьёзные изменения. Опять-таки в 90-х, когда железная дорога, как это у них называлось, решила освободить колесо. То есть избавиться от инфраструктуры. И они передали Дом культуры железнодорожников громадное здание с частью сохранившихся коллективов на попечение Петрозаводского колледжа железнодорожного транспорта. А те приняли нас с условием, что педагоги Дома культуры железнодорожников будут заниматься с детьми, ну, в смысле, с молодыми людьми Петрозаводского колледжа железнодорожного транспорта. Ну, вот и представьте себе картину. Вот, к примеру, я, да? Я на тот момент тоже преподавала в Доме культуры. Я занималась самыми талантливыми детьми, которые приходили ко мне после конкурса. И тут я прихожу в Петрозаводский колледж железнодорожного транспорта. Заниматься мне нужно было на базе общежития. То есть общежитие что такое? Это место, где проживают девочки, естественно, в женском общежитии я преподавала, которые приехали из деревень учиться на проводниц, ну, или осваивать любую другую профессию, которая связана с железной дорогой. То есть, понятное дело, что до индийских танцев им, в принципе-то, дела не было никакого. Ну, да, как до луны практически. Да, 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 как до Китая пешком, что называется. И, ладно, дела не было. Я, когда первый раз с ними встретилась, я посмотрела на них. Девчонки из неполных семей, часто без матерей, часто из семей, где оба пьют, где месяцами не было русского языка, где годами не было английского языка, которые спрашивали у меня значение таких, ну, немножечко нерусских слов, ну, таких как, я не знаю, может быть, даже сейчас не могу вспомнить, ну, часто очень спрашивали значение слов, ну, типа парадоксы, знаете. То есть, общепринятых слов, но которых они... Общий уровень культуры просто даже был очень... Да, уровень культуры совершенно другой. То есть, если бы это были даже девчонки из Петрозаводска, это было бы по-другому. Конечно, были такие не все. Конечно, такие не все были. Но, тем не менее, это был показатель развала страны, показатель развала вот того, что происходило, и, в принципе, деградации населения, потому что очень много было пьющих семей, ну, просто очень много. Они мне рассказывали, так сказать, свои истории. Я подумала, ну, что им индийские танцы? Я подумала, что вообще Индия может предложить им такого, что пригодилось бы им, что пошло бы им на пользу, действительно. И я стала проводить занятия разноплановые. То есть, я немножко ознакомила их с аюрведой, ну, на их уровне, да, то есть на том уровне, на котором они могли бы воспринять, ну, я рассказала о дошах, о вкусах, о том, какие советы они могли бы практически применить в своей жизни для того, чтобы укрепить свое здоровье, потому что здоровье у них было совершенно на десятом месте. Самое главное – это хорошо выглядеть. Вот, поэтому 25 градусов мороз, мы ходим без шапки, и это нормально. То есть, понимаете, вот какие-то такие базовые элементы, которые им не додали, им нужно было их где-то получить. Ну, вот индийская культура в виде, так сказать, небольших таких ознакомительных уроков дошла до них вот таким вот образом, через меня. И я посмотрела, что очень много, так сказать, девчонок, которые, ну, реально болели, много проблем с почками. И я тогда стала, что называется, искать литературу, которая могла бы помочь, вот именно, очень ненавязчиво, очень в такой форме, которая могла бы понравиться, исправить положение со здоровьем. И я пришла к йоге. Я стала проводить вот такие занятия. И были весомые, я бы сказала, результаты, хотя занималась я там недолго, это был 2006-2007 год. После этого я уволилась, но мои групповые занятия йогой начались именно тогда. То есть, в общем, еще тогда даже инструктаж, вот именно, как инструкторы йоги не получили. То есть, это все было на базе именно индийского танца. Именно индийского танца. И ваше глубокое погружение в культуру и знания просто личностные, да? Именно так. И плюс к тому, поскольку я преподавала танцы, позиция человека, то есть его, как это сказать, поза, да? Его поза могла сказать мне многое о нем, о его физических, физиологических каких-то проблемах. Потому что, ну, когда человек занимается с телом, сами понимаете, ты уже начинаешь видеть, где у тебя там что не так, в смысле у человека. Вот мы стали исправлять, позвоночники и так далее. Вот фактически моя деятельность в йоге плавно вытекла из танцев. Это был такой первый опыт. Но потом одна женщина обратилась к нам в ансамбль и сказала, я знаю, что ансамбль Майюри это очень профессиональный коллектив, а сейчас йога такое интересное направление набирает обороты, но я не хочу попадать, так сказать, в руки шарлатанов, о Майюри я верю. Я верю, что вы занимаетесь глубоко, что вы изучаете тексты. Это на самом деле была правда. У нас и книги по йоге были, мы всегда собирали библиотеку. Вот. Я хочу заниматься йогой под руководством какого-нибудь человека из Майюри. И вот это был мой уже первый такой вот ученик. Она начала заниматься, после этого ее муж, ее муж был крупным бизнесменом в нашем городе и политическим деятелем. Потом он привел всю свою команду ко мне и таким вот образом у меня образовалась достаточно большая группа, как назвать их, учащиеся пациенты, студенты, занимающиеся йогой под моим руководством. А вы мне сказали еще, вот мы когда с вами предварительно обсуждали нашу программу, что в принципе очень многие, кто к вам приходил, они были именно вашими пациентами, потому что вы работали, собственно, начинали со здоровьем, да, я понимаю, в первую очередь. Именно так. То есть я, впоследствии я прошла обучение у Шавананы, до этого я училась и у индийских мастеров, но это было, как сказать, знаете, как поехал в Индию, так вот и обучился. То есть это не было на какой-то такой регулярной основе, конкретно учебный курс. То есть ты учишься, ну, как раньше учились, ты учишься смотря. Вот. И я занималась исключительно индивидуально, подбирая индивидуальный комплекс для каждого человека. То есть, допустим, Настя, которая обратилась ко мне в начале, у нее были определенные запросы. То есть она была после беременности, ей нужно было восстановиться, восстановить силу, восстановить спину. Вот. Потом она, у ее мужа, допустим, ему нужно было укрепить мышцы, вернее, не укрепить, а определенные мышцы заставить работать. Ему нужна была гибкость, потому что человек был не гибкий. И вот, кстати, да, у меня занималась профессиональная спортсменка. вот к вопросу о йоге, о спорте. Вот часто говорят, что люди занимаются спортом, они очень здоровые. Ну, вот Наташа Дьячкова, чемпионка мира по тайскому боксу, вот, она занималась у меня йогой конкретно для того, чтобы расслабиться, потому что тренировки, ну, вы сами понимаете, чтобы стать чемпионкой мира, какие должны быть тренировки. И это такое нервное напряжение, я думаю. Это нервное напряжение. Я сразу как аэровидист сразу представила, что там, наверное, такой вообще, столько питы, человек спокойно не может. Да, я думаю, что вы представили все очень правильно, плюс, ну, сам по себе вид спорта, ну, сами понимаете, какой. Абсолютно, да. Вот, и человеку нужно было научиться расслабляться, научиться как-то держать себя, ну, более-менее в равновесии. Тоже, она мне рассказала о некоторых таких специфических моментах, она тоже говорила мне о том, что, вот, да, те, кто гибкий, у них удар не сильный, у Наташи очень сильный удар, соответственно, страдает гибкость. Ну, а для здоровья это, сами понимаете, это дисбаланс. Ну, это, так сказать, немного я углубилась. Ну, да, и возвращаясь к теме моих, так сказать, пациентов, я конкретно смотрела на каждого, видела проблемы, обсуждала, спрашивала, какой результат, чего они хотят от йоги, и таким образом строились мои занятия. Ну, мне кажется, это вообще очень важно, именно индивидуальная практика. Вот мы, собственно, когда мы начинали эту программу, у нас как раз целая передача была посвящена индивидуальной практике, потому что, мне кажется, вот это вот направление сейчас, которое такое современное, да, нью-ейдж, особенно здесь, в Америке, все прибежали на класс, все расстелили коврики, делают какие-то асаны, на самом деле, это вообще не йога, да, это фитнес, с элементами йогических упражнений, йогической практики, а именно настоящая йога, это индивидуальная практика, потому что йога для каждого, она своя. Я правильно понимаю, да? Абсолютно согласна. Не может быть унифицированной формы, знаешь, есть какие-то общие вещи, есть правила, но именно когда ты начинаешь заниматься, как йогин, да, как ученик йогин, то ты, практика у тебя абсолютно индивидуальная, и что-то ты можешь сделать, что-то ты не можешь сделать, и это очень важно учитывать, потому что, вот я всегда говорю, не всем, дано сесть в позу лотоса, к сожалению, да? Абсолютно, вы абсолютно правы, и тем, кому не дано, многие считают, что даже и пытаться не надо, раз такие связки. Ну, возможно же исправить правильно связки? Абсолютно. Тренироваться. Возможно, но здесь, вы знаете, нужно учитывать и климатические условия, вы как юридист, опять-таки, меня поймете, потому что в условиях Карелии, когда холодно и сыро, у меня было несколько случаев, несколько возможностей убедиться в этом, когда лето, и, допустим, человек, который занимался у меня долгое время, вот мы делали упражнение на растяжку, но лотос, ну, никак не получался. Слава Богу, если удается положить стопу одной ноги на бедро другой, это уже большое достижение. Ну, вот он, допустим, едет отдыхать в Турцию, приезжает весь такой распаренный, растянутый, и говорит, что вот там у меня получилось. Приезжает в Петрозаводск, все заканчивается. Пока лето еще немножечко поддерживается, но как только начинается зима, все. Поэтому я бы в таких случаях, я бы не призывала гнаться за конкретной позой, потому что йога-то она вообще не об этом. Ну, что я хочу сказать, даже те, кто расстилают коврики наряду с остальными 30-50, там, сотней других учеников, ежиков, назовем так, они рано или поздно придут к пониманию того, что есть йога на самом деле. Потому что каждый ищет в йоге что-то свое. Кто-то ищет растяжку, кто-то ищет, кто-то находит для себя удобную форму физической нагрузки, потому что, допустим, кардионагрузка не по ним, там по медицинским каким-то показателям нельзя этого делать. Вот. А йога, в принципе, встал в позу героя, и, в принципе, ты можешь стоять минуту и выйти весь мокрый из нее. То есть нагрузка получается. Вот. Но рано или поздно они приходят к тому, что это не только про физическое тело, это еще и про равновесие. У кого-то это наступает раньше, у кого-то это наступает позже. Кстати, есть, что называется, оборотная, оборотная сторона взгляда на йогу. Вот. Один из моих учеников, Петрозаводский, он говорил о том, вот йога, это так классно. У него были друзья-спортсмены, которые посмеивались над ним, ну, типа того, что такое йога. Он говорит, да вот, йоги стоят на голове. Они с легкостью, друзья-спортсмены, встали на голову, показали ему, о, что смотри. И вот он пришел ко мне и говорит, вот, понимаете, так и так, вот они, как это у них так здорово получается. Я говорю, вы знаете, а китайские циркачи могут еще и не ту. Потому что, потому что это ведь, это ведь всего лишь физическая тренировка. А когда ты соединяешь ум, когда ты соединяешь настроение, сердце, душу в единое целое с телом, это уже совершенно другое. Ведь йога в переводе с санскрита это соединение, это единение. И вот этот вот баланс между телом, душой и умом, это и называется йога. Первая строфа в йога-сутрах Патанджали, йога-читравриттимирода. Йога — это есть прекращение завихрений ума, если буквально перевести. То есть вихрь в уме, который мешает жить, мешает сосредотачиваться. Вот это вот полное спокойствие, полное состояние внутренней тиши и есть йога. Ну, не все это понимают. Да, это не все понимают. Вообще у меня, например, лично из моего личного опыта я могу сказать, что мне глубинное понимание йоги пришло из астрологии. Потому что когда я стала в астрологии же тоже есть понимание йоги, и это соединение планет. Вот у меня тогда как бы все включилось, и сразу я стала понимать, что же именно такое йога в целом. Потому что понятие йоги есть и в Айурведе. И, собственно, все формулы, которые мы делаем, это тоже йога. И интересно, я сейчас занимаюсь на курсе Игоря Танаяна Беляева по как раз чтению ведических текстов. И он сказал, что есть еще более такое прозаичное понимание йоги в переводе с санскрита. Это упряжка, когда вала впрягает в упряжку. Вот, собственно, это упряжь. Если мы такой вот совсем к простому пониманию, без вилософского подключения, то сразу все встает на свои места. Вы согласны? Академики Российской Академии Наук, когда переводили в Хагавадгиту, они так и переводили слово йога в сопряжении. А вы санскрит знаете тоже, да, Леночка? Нет, я так не могу сказать. К сожалению, я похвастаться знанием санскрита вот прямо так, как я, допустим, владею хинди. Нет. Но каждая классическая танцовщица, когда обучается, тексты классических танцев, они, как правило, на санскрите. Ну, то есть, в принципе, я могу понять, о чем речь. Но вот грамматика, правила, вот так вот, как надо изучать язык, конечно, я этим похвастаться не могу. Очень жаль, но, в принципе, может быть, у меня еще будет такая возможность выучить этот язык. Хотя это, конечно, очень сложно, но тем не менее, основы, какие-то основы, они есть. Я знаю, что вы сейчас еще задействованы и являетесь инициатором, наверное, можно так сказать, очень интересного проекта. Это аудиозапись к Махабхарате, да? И вы курируете этот проект. Не знаю, как правильно тут назвать, Да, я скромная, мне все хочется вам какие-то лавры притесать такие большие. Я знаю, что вы очень скромный человек, поэтому вы расскажете нам, потому что это тоже, мне кажется, очень такая важная часть именно на пути йоги чтения древних текстов и ознакомиться с ними. Даже если мы не владеем древними языками, тем не менее, я так понимаю, что вы создаете как раз возможность для тех людей, которые не могут прочитать в оригинале. Да, которые не могут прочитать, которые вообще в принципе не могут прочитать, у которых нет времени, допустим, сесть, взять книгу, открыть ее, а так вот можно включить запись в машине даже хотя бы. Я вообще согласна с вами, что ведические тексты и вообще любые священные тексты следует читать, но индийская культура чем и хороша, вот как вы сказали, что понятие йоги открылось вам в большей степени с изучением астрологии, то есть индийская культура она вообще очень цельная, она такой вот комплекс, где одно раскрывает другое, вот это вот действительно очень приятно. А что касается Махабхараты, была одна из групп ВКонтакте, возможно, я сейчас уже не помню, возможно, это была группа телесериала Махабхарата, куда я однажды заглянула и увидела сообщение одного молодого человека, что вот я уже искал, нигде нет, не знаю, может быть, самим создать. И я откликнулась на этот, так сказать, призыв, я говорю, давайте создадим. он говорит, ну, это очень долго, потому что, ну, что мы с вами вдвоем можем, я говорю, ну, как минимум еще двух человек я могу обеспечить, а там может быть и больше подключиться. И вот потихонечку, потихонечку, непрофессионально, конечно, мы начали делать это дело. потому что, как сказал этот товарищ Константиновый, вот лучше непрофессионально, чем вообще никак, лучше плохое качество, чем никакого. Вот с такой установкой мы начали. И сейчас нас уже 10 человек, мы потихонечку, потихонечку уже записали две книги, сейчас идет запись третьей книги, записана Бхагавадгита. На день явления Бхагавадгиты я решила сделать сюрприз всем в группе и записала Бхагавадгиту. Так что, если кто-то интересуется аудио-версией Бхагавадгиты, то ее можно найти в нашей группе аудиокнига Махабхарата ВКонтакте. Пожалуйста, присоединяйтесь и слушайте. Не судите строго, мы не профессионал. То есть вы полностью сажали, читали Бхагавадгиту? Да, я начитала Бхагавадгиту. Обалдеть. А сейчас сколько уже Махабхарата начитано? Две книги. Первая книга Ади Парва полностью, вторая Сабхапарва полностью. Сейчас третья ранее Капарва начитывается, девочки. Сейчас я немножко в связи с семейными обстоятельствами немножко отошла от записи. Наведываюсь в группу, слежу за тем, как записывают, какие ударения, правильные, неправильные и так далее. Леночка, я вот хотела, прошу прощения, приоткрою ваше семейное обстоятельство, вы молодая мама сейчас. Скажите, вот с точки зрения йоги, какие есть рекомендации именно для женщин, вот когда они становятся, когда они готовятся к беременности, когда они становятся мамами, именно, чтобы вы как преподаватель, как учитель порекомендовали? У меня было три человека, три беременных девушки, которые приходили ко мне заниматься, каждой мы подбирали, опять-таки, индивидуальную систему, индивидуальный план, что дает йога. Значит, чисто на физическом плане, это некоторые упражнения для спины и дыхание, которое становится затрудненным в определенные моменты и занятиями, своими занятиями йогой, мы его немножечко уравновешиваем. Но я должна вас разочаровать, работает это не для всех. И те, допустим, движения, упражнения и система дыхания, которые я наблюдала на курсах подготовки к родам, для некоторых работают гораздо лучше. Поэтому с точки зрения йоги я отдаю вам совет. Слушайте себя. Слушайте себя, учитесь слышать себя, учитесь понимать, чего хочет ваше тело. Потому что, допустим, если вы как какой-то дисциплинированный человек, исправно занимающийся каким-то видом деятельности, хотите, во что бы то ни стало продолжать ее, вы наносите вред себе, вы наносите вред душе, которое заключено в вашем теле, потому что не следует причинять страдания, это не путь йоги. Путь йоги это путь серединный, мягкий. Вы должны понимать, что в данный момент нужно вам, вашему телу. Для этого вы должны прислушиваться к себе. Здесь важна медитация. Я бы сказала, что положение беременной женщины само по себе состояние медитативное. И здесь нужно слушать себя. Не надо себя перегружать никакими упражнениями. Если даже вам сказали, что вот это очень необходимо делать, необходимо заниматься своей спиной, если вы чувствуете, что вам от этого некомфортно, вы должны немедленно прекратить, вы должны слушать себя. Вот такой вот совет, Настя. Ну, я думаю, что да, вообще у беременной женщины, я сама как мама троек детей могу сказать, что обостряются инстинкты, и очень важно к этому именно внутреннему своему голосу прислушиваться, когда мы, поэтому не зря вот у беременных такие есть страсть к каким-то там продуктам, да, или что-то мы хотим какой-то вкус себе добавить. Опять же, вот если отсылаю к иурвезе, то тут очень сразу становится все понятно, потому что если нам нужен какой-то вкус, значит он нужен не просто так. Естественно, это вот слышание себя, оно максимально открывает нам возможность работать и со своим телом, и со своим здоровьем, потому что именно через здоровье мы достигаем счастья. И я всегда повторяю, что здоровье нам не принадлежит, оно принадлежит Богу. Это очень важный постулат, и поэтому сохранение нашего здоровья это путь божественный, это как бы служение прежде всего. вы согласны? Да, я согласна с вами, и больше того, возможно, я сейчас разочарую многих людей тем, что я скажу. Йога была придумана не для того, чтобы облегчать наши страдания, не для того, чтобы худеть или добиваться каких-то таких, знаете, достижений. Йога это путь к себе, йога это путь к Богу, это духовность, определенная духовность, вернее, духовность определенного уровня. А возвращаясь к теме материнства, материнство это материя, и женщина, особенно во время родов, это я сейчас делюсь своим личным опытом, женщина во время родов проходит через очень глубинные слои материи, и она должна пройти через это. Понимаете, установка, что да, вот ты сейчас войдешь в транс, и роды пройдут для тебя безболезненно, она не сработает. Возможно, для кого-то сработает, но я думаю, что здесь больше сработает физиология, которая позволит этому человеку пройти через данный сложный опыт безболезненно. Но чтобы стать матерью, ты должен пройти вот именно через материю, ты должен понять, ощутить, как это, ты должен прочувствовать ее всем своим существом. Таков мой личный опыт, опыт инструктора по йоге. Скажите, пожалуйста, Лена, хотя я еще веду еще другую программу, она называется «Женская гостиная», и сейчас у меня прям перекликается эта тема, потому что я знаю, что в Индии вообще роль женщины, она особая, и, конечно, нам сейчас вот эти вот стандарты современного западного общества, которые нам отчасти навязаны, отчасти мы уже сами в этом, поскольку живем, мы тоже уже с этим меримся и принимаем это, а вот все-таки, мне кажется, вот в Индии совершенно другое отношение к женщине, и роль женщины абсолютно другая. Я знаю, что вы с этим очень, вы это принимаете, с этой философией знакомы, поделитесь нашими слушателями. Я непременно поделюсь, но я хочу опять-таки, прошу прощения, вас разочаровать, потому что очень многие современные авторы, так называемые ведические лекторы, говорят о том, что вот в Индии женщина, она божественна, в идеале, конечно, да, но положение женщины в Индии фактическое, оно очень далеко от этого. Да, отнюдь не идеально, абсолютно. Оно отнюдь не идеально, и понимаете, когда человек говорит, а вот вы знаете, что в Индии женщина, вот она совершенно на особом положении, а вы знаете, в Индии даже нет салонов красоты, потому что женщины все это сами делают. Да неправда, все там есть. Есть, конечно, абсолютно согласно. Да, и вот, понимаете, вот это некое идеализированное представление индийской женщины, которая буквально четырехрукая форма лакшми, одной рукой она себя украшает, другой рукой готовит мужу обед, там ребенка качает, и все у него получается само собой. Это далеко не так. Это далеко не так. Потому что я сталкивалась со всеми слоями, так сказать, материального достатка в Индии. То есть как с бедными я общалась, как со средним классом, так с очень богатыми. То есть, и сейчас очень сильно нивелируется культура. Есть, конечно же, есть, особенно на юге Индии, такие традиционные женщины, вы знаете, это действительно видно. Когда ты сталкиваешься с такой женщиной, мне удалось попасть в такую семью, вернее, ну, как сказать, попасть, меня пригласили в гости, и я увидела бабушку. Вы знаете, это была такая потрясающая бабушка, от нее вот действительно исходила вот эта вот семейственность, традиционность, и было видно, как все в семье ее уважают. И когда мне еще подали, знаете, называется намкин, такая закуска, которую подают всем гостям, такие обжаренные, что-то типа печенюшек, которые приготовлены вот именно этой бабушкой, которая каждый раз готовит свежие к приходу гостей, каждый раз готовит свежую еду домочадцам. То есть, вот это действительно, да, вот это вот такой вот пример, мне удалось застать в Индии, но он был один. Да, ну, это известный постулат, вот один из моих учителей, Рами Блэктон, говорил, то, что не смогла сделать цивилизация и годы колонизации Индии англичанами, изменила Индию телевизор и Кока-Кола за 10 лет. Абсолютно. Абсолютно упадок культуры и всего, да, это произошло. Естественно, это, мы, к сожалению, видим, это глобальная проблема, конечно, это мы и наблюдаем и в нашей стране, и здесь, в Америке, и в Индии, в общем, естественно, конечно, нельзя обобщать и говорить о том, что индийская женщина, она вот такая, хотя, безусловно, там сохранено такое особое отношение, вот я, например, когда была в Акцивере в Индии, я тоже была в одной удивительной семье, Браминской, и там, конечно, отношение к женщине совсем такое вот именно, как мы, как говорят физические авторы, и как наш принимающий нас вот человек, он бандит, и он сказал своей жене, что это частичка моей души, то есть вот он так поэтично выразился, потрясающий, да, потрясающий был опыт, удивительный, и она действительно, она вот так вот и выглядит, как частица его души, и она служит его музой и вдохновением, но я так понимаю, но это такая очень традиционная семья, люди, которые знают свою историю всей своей семьи более тысячи лет, что меня тоже потрясло, абсолютно, я думаю, что таких немного людей вообще. Ну, сейчас, к сожалению, да, но есть, есть такие, хотя вот видите, даже приглашение ансамбля Майори, как представителя индийской культуры, в этом плане очень показательна, что сказал вот один из приглашающих, что сейчас невозможно найти аутентичных индийских ансамбля, всех интересует фьюжн, то есть обязательно, чтобы был какой-то рэп, какая-то западная такая вот крупинка, иногда и не крупинка, иногда львиная доля выступления, вот, а мы все-таки, вот, и Майори тоже, в частности, старается сохранить именно традицию, что показательно, у меня есть подруга, которая вышла замуж в брахманскую семью, она вышла замуж за младшего сына, двое старших сыновей тоже женились, и она, именно она, является любимой невесткой, потому что, как сказала мне ее свекровь, потому что у нее есть санскар, то есть у нее есть культура, как общаться со старшими, как уважать старших, то есть две старшие невестки, они уже эмансипированы на западный манер, для них очень сложно поклониться, допустим, матери в ноги, коснуться стоп, как это принято в Индии, да, чтобы получить благословение, а вот девочки из Майори несложно. То есть они являются уже носителями культуры, да, в некотором смысле, можно сказать. Да, они уже являются носителем вот этой вот современной культуры, хотя это также брахманская семья, вот. Вообще, это, конечно, удивительно. Я вот недавно была в Беркли, а на концерте, даже не могу сказать, что это концерт был, это было такое медитативное представление такого балета, катак, пандита Читрешудаса, возможно, вы про него слышали, он здесь вот в Беррии очень популярен, и мы пошли с мужем, причем у меня муж так скептически немножко отнесся к этому, и балет назывался Шива, и у меня было ощущение, что это была такая глубинная медитация, то есть в какой-то момент я поняла, что у меня сознание совершенно в другую какую-то сторону развернулось, и я настолько погружена в этот процесс, хотя я не глубоко знакома именно с танцем, и я вот хотела как раз спросить, является ли вот именно вот исполнение такой формы медитации тоже, потому что мне кажется, что это тут очень для меня лично связь прослеживается. Ну, в идеале-то, конечно, да, вот как раз возвращаясь к теме, как танцы одного из видов йоги, где изначально выступали индийские танцоры в храмах, это была сцена, то есть специальный был зал при каждом храме Натамандап он назывался, куда приходили люди и где выступала танцовщица, то есть со временем, конечно, это превратилось уже в шоу и некоторые стали именно представлять это как шоу, но вообще, конечно же, танец, мне кажется, вообще танец корнями своими уходит именно туда, где нет сознания, где есть некое бытие. Да, это, конечно, очень важное такое сочетание. Лен, а вы уже планируете возвращаться к своей деятельности инструктора и обучения преподавательской деятельности? Вы знаете, мне удалось провести даже с двухмесячной дочкой пару занятий, но, конечно, это очень сложно, потому что, конечно, есть маленький ребенок, которому ты нужна больше, я так понимаю, вот, но девочки мои просят, спрашивают, надеюсь вернуться, но, возможно, уже в каком-то другом качестве. я бы хотела возможно попробовать что-то из соединения йоги и танца, потому что я вижу в этом дополнение, очень важное дополнение в прибавлении, допустим, к йоге, каких-то танцевальных движений, я вижу в этом большую пользу для занятий, поэтому я переосмыслю то, над чем и как я собираюсь работать, и возможно вернусь к занятиям уже в другом качестве, но это будет конечно же позже. Спасибо большое, Леночка, мне было удивительно приятно с вами общаться, и мне кажется, наша беседа была очень интересна для наших слушателей, я еще раз напомню, что у нас в гостях была Елена Санху, профессиональная танцовщица индийских традиционных танцев, инструктор йоги, удивительная женщина, очень интересная, и все, кто живет в Беерии, Лена живет в Сан-Маттео, да, Лен, вы живете, я просто... Да, в Фостерсице. Да, не упустите возможность попробовать позаниматься с ней индивидуально, да, или в ее группах, которые она, видимо, скоро нас порадует. Надеюсь. Спасибо большое. Да, я надеюсь, вам тоже было с нами приятно и интересно. Да, очень. Спасибо большое. И с вами была Анастасия Хрущинская и Елена Санхо из программы «Путь йога», которая выходит по понедельникам в 9 часов утра по времени Сан-Франциско и 11 часов по времени Чикаго. И в России это было по московскому времени это было 7 часов вечера. И до встречи в следующий понедельник. До свидания, Леночка, спасибо вам еще раз. Благодарю. Счастливо. Счастливо.